Ей нужна чистота, порядок, ей так хорошо становится. Когда ей хорошо, она счастлива, она ходит по дому и чувствует себя очень хорошо. А когда что-то не так, она нервничает и пытается сделать так. Но, естественно, кто виноват? Это тоже надо разобраться, потому что у женщины есть такая особенность в психике. Ну, она вообще у всех людей есть, но у женщины сильно проявлено. Если у ней испортилось настроение, то, скорее всего, виноват муж. Причем она сама не может себе это объяснить, ну а кто еще виноват? Давайте разберемся, почему. Потому что, чтобы быть счастливым вообще человеком, у мужчины как все устроено? Если я несчастен, то это значит, почему? Вот вы, мужчина, вот ответьте, вот вы, допустим, если несчастен, почему вы несчастны? А, да, ну допустим. Вы счастливы, но если вдруг несчастны, почему? А? Ну а почему? Кто из мужчин может ответить на этот вопрос? Ну вот вы несчастны, ну почему, вот почему вы несчастны? Что-то сделал не так. О, вот это правильный ответ мужчины. Ну я несчастен, потому что я что-то тормознул там, что-то оплошал. Вот почему так мужчина думает? Потому что он сам должен победить свою судьбу. Понимаете? Он и поэтому чувствует, что он несчастен, потому что что-то ему не хватило в жизни для счастья, что-то он не доделал. Понимаете? Так чувствует мужчина. Теперь, женщина, она рождается не для того, чтобы побеждать судьбу, а для того, чтобы быть счастливой. Это значит, что кто-то должен ее сделать счастливой. И она себе, если мужчину ищет, она для чего его себе ищет? Чтобы он меня сделал счастливой. Я что-то не так, женщина, говорю? Так. Ну если вы вот искали себе человека, который вас должен сделать, не так? Я говорю, вот не так? Нет? А кто вас должен сделать счастливой? Вы сами себя? В том числе. В том числе. Ну хорошо, мы с этим разберемся чуть попозже. Хорошо. А сейчас я не буду на это сейчас тратить время. Вы можете воспринимать меня как угодно. Можете принимать то, что я говорю. Можете и нет. Не важно. Слушайте. Если пришли. Вот. Итак, женщина, она хочет счастья, как то, что ей должно быть даровано по жизни. А мужчина хочет счастья, как то, что он должен достичь. И, соответственно, и поведение такое. Женщина же не достигает замужества. Вот она говорит, мне не встречается человек. Или не так? Или женщина достигает? Достигает замужество женщина или нет? Она ждет. Она хочет замужества. Она ставит целью. Но она ждет. Вот это ожидание, это и означает женская позиция. То есть, женская позиция такова, что ей нужно счастье. То есть, само по себе волевое усилие у женщины, конечно, тоже есть. Она что-то делает, пытается как-то стичь. Но принцип такой. Ее кто-то должен сделать счастливой. По этой причине она и обижается, когда она несчастна на кого? На того, кто ее должен был сделать счастливой. Понимаете? Поэтому в психике у женщины вот это есть, это вот чувство, что, допустим, если у нее испортилось настроение, то виноват кто? Муж. У меня была такая ситуация. Жена подходит ко мне и говорит, слушай, у нас есть проблемы. Я говорю, я согласен. Она говорит, ты даже ничего не узнаешь, не знаешь, какая, уже согласен. Я говорю, все равно согласен. Она говорит, ну а кто тогда виноват в этой проблеме, если ты согласен? Я говорю, я виноват. Она говорит, а почему? Я говорю, ну потому что мы с тобой вдвоем живем, больше некому. И она сразу начала смеяться, так же, как вы, и проблема пропала. Я даже не узнал, в общем-то, что за проблема. Проблема на этом закончилась. Вот. Я к чему это говорю, допустим? Часто мужчины очень сильно удивляются, почему так происходит, что вот у жены плохое настроение, и вдруг он во всем стал виноватым. Ну потому что вот так вот устроена женская природа. Женщина хочет заботы, ласки, внимания. Она хочет этого, потому что она хочет счастья. Это ее природа. Вот мужчина хочет чего-то добиться, преодолеть. Это его счастье. А по этой причине есть две основные потребности, глубокие потребности у мужчины и женщины. У мужчины главная потребность – это отсутствие неустойчивости в жизни. То есть, вернее, как это называется? Если мужчина чего-то не добивается в жизни, то есть он очень сильно страдает от нереализованности. Вот нереализованность. То есть, мужчина должен быть реализован как личность. Он должен достичь того, чего он хочет. Это его главная потребность. У женщины главная потребность – это гармония. Или отсутствие страха, отсутствие опасности, отсутствие беспорядка, отсутствие дисгармонии даже в одежде. Допустим, у женщины очень важно, чтобы все было гармонично одето на ней, чтобы в квартире все было гармонично, чтобы гармоничные отношения были и так далее. То есть, женщина боится. То есть, главная проблема женщины – это страх. А главная проблема мужчины – это отсутствие победы, или реализованности, или достижения чего-то, устойчивости внутренней и так далее. Отсюда вытекает сразу поведение. Вот, допустим, в чем заключается принцип отношений с женщиной? Принцип отношений с женщиной – это успокаивать ее, создавать гармонию. Ну, то есть, женщина нуждается в том, чтобы создать ей атмосферу спокойствия и устойчивости, стабильность, потому что главное еще в природе женщины – это стремление к стабильности. То есть, женщина хочет стабильности, а мужчина хочет развития. И женщине нужна стабильность. Поэтому отсюда вытекает, что женщина, допустим, очень долго привыкает к какому-то месту, и потом ей очень трудно его поменять. Ну, всегда есть везде исключения во всем, понимаете? Но я говорю основные какие-то моменты. Допустим, женщине, вот, когда она учится, ей главное, чтобы все было по правилам. Вот, допустим, она берет какой-то материал, ей нужно, чтобы все четко было расписано. Тогда она очень легко усваивает этот материал. Мужчине все наоборот. Ему нужен опыт. Ему нужен опыт. Вот он получил какой-то опыт с кем-то материалом, ему уже легко там. Если он этот опыт не получил, значит, ему хоть инструкции пиши, хоть не пиши. Ему они по барабану. Вот поэтому, допустим, в первых классах девочки очень хорошо учатся сразу, потому что им там все разжевывают, и они быстро все усваивают. А мальчик, он вообще не врубается, куда он попал. Вот мальчику нужно целый год, чтобы просто захотеть учиться, понимаете? То есть ему надо к этому привыкнуть. Девочка, если там все как бы ей расписано, разложено, зачем, почему, для чего. Она тут же во всем разобралась, и тут же ей легко стало, и понятно все. Но мальчику нужно попробовать все. То есть ему нужно получить вот этот опыт победы, преодоления. И через опыт мужчина воспринимает мир. Вот, допустим, даже разница в восприятии лекций. Вот женщина как воспринимает лекцию? Она, допустим, если первый раз, она чувствует моё, не моё. Моё, не моё, она слушать не будет. Вот. Мужчина, он не чувствует моё, не моё. Он смотрит на первую лекцию. Кто из вас вообще меня никогда не видел, пришёл первый раз на первую лекцию. Вот сейчас вот меня сравните. Он слушает и думает сначала, дурак, не дурак, дурак, не дурак. То есть он пытается понять, что ты такой вообще, что за фрукт. Вот. Мужчина сначала, он просто пытается вот так понять. Потом дальше, когда он принял, допустим, он как слушать, он думает, с этим согласен. То есть он сравнивает своим опытом, любое знание мужчины. С этим согласен, с этим не согласен. В этом разберёмся. Если мужчину спросить после лекции, спросить, тебе лекция понравилась? Он скажет, ну, я это всё знаю. В общем-то, да. Я всё знаю. Вот женщина, кто из вас спрашивали у мужчин, понравилась лекция или нет? Как он отвечает? А? Я всё и так это знаю, да. То есть это... А почему? Потому что он сравнивает со своим опытом. Мужчина, когда слушает. Женщина, она, когда слушает, она сначала пытается понять, моё, не моё. Если моё, то она вот так вот всё всасывает, и у ней происходит апгрейд. То есть она сразу... И вот так раз, и вот так вот всё начинает знание воспринимать, вот так всё полностью. И она приходит домой, уже новенькая. Муж как бы отпустил жену на лекцию, он ничего не подозревал. Она приходит с лекции, новенькая. И поэтому у женщины акции происходит. Она любит познавать всё, но у ней сразу происходит апгрейд. Вот, допустим, у меня жена сходила на лекцию по коралловому клубу, я потом полгода жрал кораллы. Хочешь, не хочешь, деваться некуда, потому что жена же хочет помочь сильно. И если она тебе не может помочь, она сильно расстраивается. А жена расстроилась, счастья нет. Поэтому надо жрать кораллы. Потому что акция такая. Акция. Коралловый клуб называют. Вот, следующая акция была после этого. Это всё без химии. То есть она где-то послушала другую лекцию, и всё, химия, до свидания, все шампуни поменялись, крема для бритья поменялись, всё как бы без химии теперь. Я не могу возражать, потому что я в этом ничего. Она говорит, ты в этом ничего не изображаешь. И всё. То есть, если я начинаю сопротивляться, то она так сильно переживает, потому что это значит, что я не хочу себе блага. Понимаете? И вот, если женщина куда-то, как некоторые женщины, говорит, Далее Геннадьевич, меня муж почему-то не пускает к вам на лекцию. Вот я понимаю, почему. Потому что потом может быть всё, что угодно. То есть, если жена, что-то ей понравилось, то её восприятие мира сильно меняется от этого. То есть, женщины, я когда диссертацию писал, я там, просто сама диссертация показала, что женщины в два раза быстрее усваивают материал, чем мужчины, и в два раза быстрее меняют свою жизнь в результате этого материала. А мужчины более устойчиво меняют. Вот если мужчина поменялся, то он потом остаётся в этом русле, а женщина может поменяться опять, когда новая акция будет. Что-то интересно, новенькая, и она туда прослажается. Вот так вот устроено. Видите, мы совершенно разные. Итак, что такое уважение к женщине? Уважение к женщине означает поддержка. Ну, то есть, нужно подстроиться под её эмоции. То есть, нужно с ней разговаривать так, как она хочет. Причём, каждая женщина хочет по-разному. Это свой мир. И вот с каждой женщиной надо разговаривать близких отношений по-своему. И подстраиваться под неё. В целом, это означает примерно так. Нужно очень по-доброму, ласково, нежно. То есть, женщина вообще всегда склонна строить именно близкие отношения. То есть, есть деловые отношения, конечно. Женщина может строить деловые отношения, но в целом, для неё дружба означает близкие отношения. Поэтому, женщина как дружит с другой женщиной. Она её обнимает, целует. То есть, это близкие отношения. Понимаете, женщины склонны к близким отношениям. А близкие отношения означают, что тебе надо, чтобы ее сильно понимали, то есть если она не чувствует, что ее понимают, значит тогда ей незачем вообще с этим человеком строить отношения. Ей нужно понимание для того, чтобы текла энергия любви, для того, чтобы была любовь, нужно, чтобы ее хорошо понимали, понимал человек. А это возможно понять только в близких отношениях, поэтому женщина сначала пытается разобраться в мучении, она прислушивается, как он говорит, как он себя ведет, может он меня понимать или нет, ухаживает, не ухаживает, заботится, не заботится, потому что если не заботится, значит нет любви. Любовь для женщины означает забота, ухаживание, ласковое, нежное поведение и еще очень важно для женщины чувствовать стабильность. Стабильность означает, есть ли работа или нет, есть ли квартира, как человек себя чувствует в жизни, у него переменчивая жизнь или устойчивая, он имеет постоянную работу или не имеет, он предлагает замуж или не предлагает. То есть для женщины стабильность это очень важный фактор жизни, если нет этой стабильности, ее начинает колбасить, она чувствует себя не очень комфортно, потому что ей нужны гарантии какие-то стабильности. Так устроена психика женщин. Поэтому отношение к женщине означает нежный, ласковый, добрый стиль. Вот допустим, если взять девочку, как надо воспитывать девочку? С девочкой надо очень мягко, по-доброму разговаривать. Если она ведет себя плохо, нужно с ней не разговаривать, ну то есть игнорировать ее. Можно поставить в угол, но ее нельзя угрожать, давить голосом и бить. Это вызывает у нее жуткий протест и она просто может вырасти истеричкой. То есть психика у женщин вообще в целом очень слабая. У женщин слабая психика, это слабые психические люди. То есть женщина может реально выйти из психического равновесия и может сильно пострадать психически, как личность. Поэтому природно женщина ищет себе устойчивость. И эта устойчивость не только в мужчине, а также во всем. Например, женщина вешает на себя украшения специально, в ней есть чувство, что ей подходит, что нет, эти украшения укрепляют ее психику. Она укрепляет свою психику с помощью одежды, с помощью музыки, с помощью цветов разных и так далее. Все это она делает прежде всего в своей квартире. Поэтому каждый день женщина создает неповторимый, так сказать, пейзаж внутри квартиры с целью чувствовать себя очень крепко и устойчиво. То есть это начинает от обоев, заканчивает кроватями, диванами и так далее. И самый глупый подарок для женщины на день рождения – это обстановка в квартире. То есть если муж решил сделать приятное и подарил новую обстановку в квартире, какой шанс, что он попадет в точку? Как вы думаете, женщина? А? Нулевой, правильно. Я провел эксперимент. Я вообще могу почувствовать, что кому подходит. Я могу почувствовать это. Я на это тренировался. Вот вам, допустим, вот, женщина, вам вот, например, еще нравятся светло-зеленые цвета. Так? Да, вам. Так? Так. Вот. А вам не нравится светло-зеленые. Вам нравится очень темно-зеленые цвета. Такие темные, точно. Вот, я в таким же точно уверенностью, когда я был в Индии, послал жене 40 видов сережек, я выбирал из там 500 где-то видов. 40 видов я послал, я был уверен просто, что ей понравится. Ей понравились из этих 40 всего 2. И когда я привез эти две виды сережки, она одни стала носить, а другие, она сказала, я в этом виде ошиблась. После этого я понял, ну, эти тоже, которые я ей купил, она очень редко носит. В основном она носит то, что она сова себе купила. А чтобы ей что-то купить, это полный геморрой. Она смотрит там на эти сережки, ходит, смотрит и так, и сяк. И что-то не так, говорю, женщина? Да. Все так, да? Так вот, смотрите, мужчины, если вы хотите счастья в отношении к женой, вы должны понять, что ей нужно. Женщине нужно спокойствие, а для этого нужно с ней разговаривать мягко, по-доброму. Вот женщина сердца очень склонна к истине. Если ты говоришь что-то правильно, она примет, но не обязательно тебе об этом покажут. Но она может принять сразу. Но не надо на нее давить. Вот если мужчина хотя бы чуть-чуть на женщину психически нажимает, у нее клинит голову. Сейчас объясню почему. Вот у мужчины слабое место вот здесь. Вот в области сердца есть три психических центра, которые связаны с энергиями души. Вот нижний психический центр находится возле паха. В области паха он связан с бесстрашием и страхом. Поэтому, когда окопная болезнь, да, танк едет, у человека, что заклинивает? Кишечник, да? То есть, страх вот здесь вот появляется, внизу живота. Ну и, соответственно, там реакции соответствующие происходят. Ну и только у человека, как бы, так же у животных это тоже такое же строение. Я разок в Индии видел одного енота, красивый енот. И такие зверьки очень. У них очень красивая мордочка и большая попа такая с хвостиком. И один енот, который рядом со мной находился, он меня увидел и сильно испугался. И во время этого испуга он наделал, потом убежал. Вот это так работает вот нижний психический центр. Средний психический центр связан с любовью. Любовь находит в сердце. Все любят сердце. Вот здесь сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо сердце, что ты умеешь так. Любить. Да? То есть, вот здесь мы любим вот сердцем. Сердцем. И у мужчины здесь слабое место. А у женщины сильное. То есть, здесь находятся эмоции человека. Эмоции любовь передает через эмоции. Когда человек любит, он становится очень эмоциональным. И так, вот здесь у женщины очень сильное место. А у мужчины от эмоций нет защиты. Поэтому, когда жена ему говорит, слушай, давай поговорим. Он говорит, слушай, давай завтра. Я сегодня устал. То есть, ему так нажало. И он как бы... И она подружке звонит и говорит, я ему сказала простые слова. Давай поговорим. И он сразу, ой, я не могу. Я устал. Подружка говорит, ой, я так тебя понимаю. Почему? Потому что ее эмоции на нее вообще не нажали. Подружки не нажали. И она не понимает, чего он там это не смог поговорить-то. Понимаете? То есть, когда женщина нажимает на мужчину эмоцию, у него происходит заклинивание. То есть, ему очень тяжело это воспринимать, слушать. И у него сразу глубоко в сердце это все проникает. И ему становится очень тяжело. Вот точно так же верхний психический центр, вот это связано с информацией, с мышлением, со знанием. Он у женщины очень чувствительный. И поэтому, когда на женщину нажимает мужчина, он говорит, я тебе сейчас объясню. Мужчина начинает давить, он демагогия называется, сейчас объясню тебе. У женщины вот здесь возникают трудности. Сначала она какое-то время может слушать, а потом начинает чувствовать, у нее что-то голова начинает болеть. И мысли заклинивают, и она вообще не может понять, чего он хочет. И она говорит, слушай, давай покороче, скажи, что ты хочешь конкретно. А то я уже устала тебя слушать. Так или нет, женщина, я говорю, или что-то не так я сказал. Это не я сказал это, так пишут древние писания. И поэтому, если с девочкой, допустим, если вы хотите, чтобы девочка выросла разумной, с ней и на нее не надо нажимать словами. Надо ей говорить все спокойно. И она все поймет, воспримет, если она хочет. А если не хочет, тогда нужно подождать, когда она захочет. И потом ей объяснить. Но давить на нее нельзя, потому что если на нее давить, она просто станет коллегой, инвалидом психически. Понимаете? То есть девочки очень ранимые, психические женщины точно так же. Ну то есть это не значит, что у них слабая психика. То есть у женщины психика сильная с точки зрения устойчивости, глубокой. Мы об этом тоже будем говорить. Но внешне женщина очень ранимая. То есть женщина может долго терпеть ситуацию, не так, как мужчина. А мужчина не может долго терпеть. Если его пробило, он с ума сходит. Женщина может долго терпеть ситуацию. Но она не может сразу, очень быстро с этим согласиться. То есть если что-то неприятно, она сразу это чувствует, она не принимает это. Но терпеть, ждать может. Ну то есть в этом вот разница. Мужчина может долго терпеть внешнюю ситуацию. Ему, допустим, говорят плохо, неправильно. Ну как бы, да, по барабану. Вот. Но если он с чем-то не согласен, в принципе, он не может с этим жить вообще. Понимаете? То есть женщина может жить с тем, что она не согласна ждать, терпеть. Мужчина не может. Но женщина может адаптироваться. Вот, допустим, женщина пришла на работу. Допустим, или приехала в другую страну. Она приехала в Англию из России, допустим, проходит две недели, она уже англичанка. Она одевается, как эти люди, говорит. Я сойду. Ну то есть, я сойду. То есть она там уже, у нее акцент уже там какой-нибудь британский. Она уже все, как бы. Мужчина, он Сенька Бельмяч, как бы, вместо Сеньки Бельмяча еще пять лет, понимаете. Почему? Потому что он не может, это все чужое, он не может адаптироваться. Поэтому мужчине, у него психика грубая очень к адаптации. Внешне мужчина такой неменяемый. И поэтому мужчина, допустим, он научился что-то делать, работать где-то. Он очень глубоко разберется этой темой, пахает туда, пойдет глубоко. Но поменять вид деятельности для мужчины нереально сложно. То есть он может это сделать, но надо все заново апгрейд делать полностью во всей жизни. Понимаете, это просто происходит годами у мужчины, смена деятельности. Поэтому если за тракториста вышли, то уж не обессудьте. Он так и останется трактористом. Ну, за редким исключением. Вот, может быть он переделает себя, но это будет очень долго и трудно. Женщине поменять специальность вот так вот. Она пошла где-нибудь, поучилась уже, она уже другая. То есть она была такая, теперь другая. Ну, с точки зрения деятельности. Но вот что женщина совсем не может поменять, так это свой характер. Причем имейте в виду, женщины, что мужчина может. Потому что женщины думают, что мужчина не может поменять свой характер. Вот если он грубый человек, он так и останется грубым. Ничего подобного. Мужчина может стать вообще не грубым. А вот женщина, если обидчивая, она так и останется обидчивой. Если она ранимая, она так и останется ранимой. Если она капризная, значит останется капризной. Если она, допустим, быстро устает, так она будет быстро уставать всю жизнь. Вот мужчина быстро устает, он может переделать себя и не уставать быстро, а женщина не может, понимаете, у нее так психика устала, вот поэтому она вот какая есть, такая и есть. Такой уж у нас характер особенный такой, вот, женщина особенный такой характер. Что мужчина не может переделать? Мужчина не может переделать свои привычки. Чем отличаются привычки от характера? Привычки это то, что человек делает внешне, допустим, курит, пьет, играет в волейбол, или ходит на рыбалку, или еще что-нибудь там, ну то есть, вот у мужчины есть привычка, ему изменить ее вообще просто очень трудно. Женщине свою привычку изменить вот так вот, если, допустим, она захочет не пить, она быстро может это сделать, или не курить, или если она захочет, понимаете, то есть ей надо просто захотеть. Расплюнуть, то есть все поменять в жизни. Мужчине внешне поменять всю жизнь просто катастрофа, очень сложно. Это вот ответ на вопрос, вот девушка там говорит, почему он вернулся назад с той жизни, которую вел. Потому что мужчине очень трудно поменять свою жизнь, свой образ жизни. Это катастрофически тяжелая задача для любого мужчины. Причина заключается в том, что основная трудность женщины – это эмоциональное напряжение. Поэтому женщина, она отдыхает с помощью обстановки и близкого общения. Ну, то есть она снимает с себя эмоциональное напряжение с помощью обстановки и близкого общения. А у мужчины эмоционального напряжения нет. У него есть психофизическое напряжение. То есть он устает от работы, и это означает, что ему надо как-то отдыхать. А мужчина или он искусственно отдыхает, или естественно. То есть искусственный отдых означает смотреть хоккей, смотреть футбол, выпивать, там, еще чего-нибудь. Естественного отдыха означает футбол, хоккей, там, лес, закаливание, спортзал, шахматы, там, и так далее. Ну, то есть, ну, или человек включается в какую-то активную деятельность, или он просто пассивно пытается снять с себя напряжение. Обожраться на ночь – это тоже классика жанрная. Вот это все вредные привычки разрушают жизнь мужчины. Жизнь женщины разрушает психическое перенапряжение. Ну, то есть женщина, она, допустим, терпит, терпит, терпит что-то, и потом чух, у нее сорвало катушки, и все. То есть она уже не может терпеть. Ну, то есть мужчина напрягается психофизически, означает, что он не чувствует себя, устал, ну, как бы, его спросить, если его спросить, ты как себя чувствуешь? Он говорит, нормально. Идет смотреть телевизор. Если спросить, зачем ты его телевизор смотрит, он говорит, хочу и смотрю. А если посмотреть вглубь, то причина только одна. Он пытается снять напряжение себя, но это делает неосознанно. Женщина же, она конкретно говорит, что я устала, я не могу. Поэтому, если говорить об усталости и болезнях, то у мужчины нет болезни. Мужчина и усталости. Мужчина, ну, есть усталость, он если устал, то значит уже все. Вот женщина, допустим, мужчина, говорит, пришел с работы, говорит, я устал. Что это значит, женщина? Это значит, что он скоро помрет, если вы что-то не сделаете, понимаете? Потому что, если мужчина устал, это значит уже грань его физических и психических возможностей. Понятно, женщина? Женщина говорит, я устала, что это значит? Ничего не значит. Она чуть-чуть отдохнула и уже не устала. То есть, женщина устает очень быстро и быстро восстанавливается.